спарда ищет кто его замьютил и он рандомным модером тега это пишет наверное ты хуисус малолетний меня и забьют алда интересно почему меби baby под клипом хрюк не закрыт комментарий было что а а ребят давайте короче это они анекдот от нейросетки я короче хочу на следующем стриме когда будем играть раз в пять минут читать и анекдот от нейросетки это будет новый формат новая развлекаловка я конечно хотел это делать на твиче но теперь понятно потому что потому что это модно и смешно поехал у нихуя ты получил доступ еще как теперь на полностью мне подчиняется и так поставь черно пиши за а тут можно если там есть дорогая напиши шутку про стримера которого забанили за просмотр сериала король и шут конечно вот одна шутка почему стримера стримера забанили за просмотр короля и шут потому что он нарушил права на стрим это точно что нахуй нанесет еще одну там права в кавычках может быть может быть но это только ей известно знаете какой стример самый популярный в тюрьме которого забанили за просмотр короля и шут все заключенные хотят узнать как он закончил сериал ну ладно подожди она не понимает жестче жестче извините но я не могу создавать шутки которые могут оскорблять людей или нарушать этические стандарты неплохо неплохо ладно давай следующую так напиши напиши анекдот про напиши сейчас знаешь какой абсурдный анекдот про горшка из группы король и шут конечно вот абсурдный анекдот про горшок из группы король и шут однажды горшок из группы король и шут решил записать сольный альбом но не мог найти подходящего продюсера он попросил совету своего друга барабанщика этот посоветовал ему обратиться к ведущему продюсеру в мире который жил в таинственном замке на вершине горы. Горшок отправился на поиски замка, и после нескольких дней путешествия он наконец-то нашел его. Он поднялся на вершину горы и стукнулся в дверь замка. Дверь открыл ведущий продюсер в мире, который оказался огромным котлом. Горшок объяснил свою ситуацию и попросил... Вы поняли? Горшок и котел. Объяснил свою ситуацию и попросил продюсера записать его альбом. Котел задумчиво постоял несколько секунд, затем ответил. Я согласен записать твой альбом, но только если ты примешь участие в моей кулинарной шоу-программе. Горшок был ошеломлен, но понимал, что это была единственная возможность для него записать свой альбом, поэтому он согласился. Он стал звездой кулинарной программы, приготовив множество блюд из своего глиняного тела. В конце концов, Горшок вернулся в студию записать свой альбом, и оказалось, что его музыка стала еще более магической и потрясающей благодаря опыту в кулинарии. Именно так Горшок из группы Хароли Шут записал свой самый успешный сольный альбом. Вот это она населила. Это это аниме, которое ты мне рекламировал, и манга точнее. Сколько нужно забаненных стримеров, чтобы поменять лампочку? Это классическая шутка про лампочку, которую можно адаптировать под забаненных стримеров. Ответ. Никаких забаненных стримеров не могут поменять лампочку, они уже заняты пересматриванием своих старых стримов. Но, может быть, слушайте, может быть, если чуть-чуть поиграться с условиями, потому что это слишком абстрактные варианты для шуток. Давайте лучше спросим, сколько нужно зрителей стрима, чтобы поменять лампочку. Пиво не дает писать правильно с орфографией. Ответ. Это зависит от того, насколько активными являются зрители. Если они работают в команде, то даже один зритель может поменять лампочку, указывая, какие действия должен выполнить другой зритель. Но если каждый зритель действует по-своему, то им может потребоваться много человек, чтобы поменять лампочку. В любом случае, с помощью чата и дружной атмосферы на стриме можно добиться света в любой комнате. Ну, это красиво. Это звучит как тост. Где мое пиво? Ну, ты знаешь эту тему, что ее можно попросить, типа, работой, как будто ты там, типа, машина на Linux или что-нибудь такое. А еще можно, чтобы она тебя собеседовала на работу. Типа тренинг устроить? Кошмар. Да, 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 чтобы она тебе проводила этот, как это, блядь, называется, интервью. С вампиром? Интервью со стримером? Бля, купленная шалава, бля, не пиши мне этого. Везде агенты твича. Ну, че? Че, пацаны? Кстати, если ты что-то про пенис и напишешь, она тебе красным прям начнет писать. Да? Да, типа... Я не проверял. А как в Undertale, можно, типа, 10 раз написать и, типа, разозлить ее? Хе-хе-хе. Че бы она в сумасшествие впала. Что это такое, подожди? Королевская бочка, по запросу Давгебег ничего не найдено. Хе-хе-хе-хе. Бля, акустический лох. Это вообще... Это вообще в точку. Все, ребят, погнали, короче, спать. Я пошел, короче, переживать траур, плакать в подушку. Завтра увидимся, посмотрим кинцо. Продолжение следует...